Всем привет! Сегодня с вами снова я, Владимир. Это очередной полезный видеоролик у меня на канале. Сегодня мы поговорим о том, как полностью удалить программу с вашего телефона, планшета или ТВ-приставки на Android, чтобы в системе не оставалось никаких следов пребывания нежелательной программы. То есть, чтобы никто, включая сам Android, не знал, что эта программа вообще когда-либо была установлена на вашем устройстве. Пример. У меня на планшете стоит программа Lunchbox, у которой есть одно неприятное ограничение. Она работает как платная версия программы, ровно до тех пор, пока количество ромов, которые будут храниться в базе Lunchbox, не превысит 100 штук. Потом она постоянно будет выдавать вам предупреждение о том, что неплохо было бы меня купить и тем самым поддержать разработчиков ПО. И я в принципе не против. Давайте мы ее удалим. У меня есть АПК-файл программы, где этого ограничения нет. То есть полная платная версия Lunchbox. Мы ее устанавливаем. Ииииии... Видим точно такую же ситуацию, как было ранее. Купите программу. Что не так? Разработчики специально оставляют свои файлы в системе Android, чтобы пользователь не смог сбросить счетчик ромов, которые были ранее включены в базу Lunchbox. То есть даже если вы захотите схитрить и тупо переустановить программу, она вам этого сделать не позволит. Тут точно такой же прикол, как с трайл-версиями программ на Windows. Ты можешь пользоваться ими без каких-либо ограничений, пока время пробного периода не истечет. И обычная переустановка ПО в таком случае не помогает. Нужно использовать специализированный софт, типа BCN Installer, Iobit Installer, Revo и им подобные. Если вы не знали, как обойти это ограничение на ПК, то ссылка на мой прошлый ролик будет в описании под этим видео. Сегодня же я покажу вам, как полностью удалить приложение со смартфона на Android, чтобы на нем не оставалось никаких следов программы, которые вам нужно по какой-то причине переустановить или полностью удалить. Поможет нам в этом утилита Revenant Style Mobile. Да-да, та самая, которая есть под Windows, но разработчики выпустили мобильную версию своего продукта. Работает она очень просто, и ее интерфейс мы разберем чуть позже. В начале демонстрация. Удаляем Lunchbox через Revo. Ждем, пока утилита проанализирует систему и определит, где находятся хвостики программы. Выделяем их и соглашаемся на уничтожение. Теперь переустанавливаем платную версию Lunchbox. Запускаем ее и вуаля, ошибка исчезла, все. Никаких следов от условно-бесплатной версии Lunchbox в системе не было обнаружено, поэтому обновление прошло успешно. Теперь давайте посмотрим на интерфейс Revenant Style Mobile. Чтобы вам было проще ориентироваться в обилие установленных на устройстве программ, вы можете отсортировать их по принадлежности к той или иной категории. Верхняя панель позволяет выбрать отдельно игры, софт для связи, инструменты для настройки Android и так далее. Как вы видите, программа переведена на русский язык. Если мы пройдем в ее настройки, то мы сможем изменить размер шрифта. На планшете у меня интерфейс выглядит очень корректно, но если диагональ вашего экрана маленькая, то можно слегка ужать программу. Также, если при запуске она думает очень долго, можно поставить галочку напротив пункта «Быстрая загрузка», потому что Reva анализирует накопитель устройства и карту памяти, если там имеются файлы программ. В итоге получается не чистый размер приложения, например 100 МБ размера пока файла, а эти 100 МБ плюс дата файла, созданные приложением, плюс файлы, которые были загружены из интернета или необходимы для работы самой программы. И вот из-за этого, потому что Reva все проверяет, возникают тормоза. У меня на телефоне 750 программ, именно поэтому я снимаю видео с планшета. На телефоне у меня прога жестко тупит, и чтобы не было никаких тормозов, включайте быструю загрузку. Вот собственно и все. Ссылка на загрузку Reva Uninstaller Mobile будет в описании под этим роликом. Ну а с вами был Владимир, подписывайтесь на канал, комментируйтесь, ставьте палец вверх, и если вы не знаете, что написать, то просто напишите до конца, тогда вы всегда сможете рассчитывать на мою помощь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok